Перед началом ролика хочу познакомить вас с каналом Стрекфир. Автор совсем недавно начал свою деятельность и сейчас каналу как никогда нужна поддержка со стороны зрителей. На канале есть ролики о персонажах разных вселенных, видео с фактами и различные топ-5. Ссылка будет в описании, переходите, и я уверен вы найдете там что-то интересное. Я уверен, что каждый, кто так или иначе интересовался темой персонажей Mortal Kombat, слышал историю о появлении Эрмака. Я не вижу смысла повторять ее в сотый раз, но немного освежу воспоминания. Суть истории в том, что слухи про Эрмака ходили еще со времен самой первой части, когда при выборе Скорпиона или Саб-Зира цвет их костюма внезапно становился красным. Дело было то ли в наложении цветов друг на друга, то ли в их исчезновении вовсе, но смысл таков. Под управлением игрока был красный ниндзя. Также слух о том, что в МК есть еще один секретный персонаж помимо рептилии, подогревал тот факт, что в статистике игры в одном блоке со строкой «Битвы с рептилией» была графа «Эрмакс». Игроки думали, что если эти строки отображены вместе, значит и означают примерно похожие вещи. Теперь, спустя много лет, говорят, что никакого бага не было, и все это придумали разработчики, чтобы раздуть слухи и подогреть интерес публики. Я в это не верю, как минимум потому, что сам дважды сталкивался с этим багом в детстве на приставке Sega. Во второй части цвета Скорпиона и Саб-Зира не менялись, но разработчики все равно оставили отсылку к Эрмаку. Это была анаграмма, зашифрованное послание перед боем, в котором говорилось «Эрмак не существует». Такую же надпись можно увидеть в МК-11 во время экрана загрузки. К выходу третьей части критики и пресса стали писать о том, что разработчики Mortal Kombat способны только перекрашивать Скорпиона в разные цвета и выдавать это за другого персонажа. Мидвы решили доказать, что это далеко не так, и лишили ростер почти всех цветных ниндзя, кроме Саб-Зира, но даже с него сняли маску. Только задумайтесь, третья часть – единственная номерная игра, где не было Скорпиона. Не знаю, довольны ли были критики, но фанатам такой ростер категорически не понравился. Плюс ко всему, сама по себе игра стала менее мрачной и более динамичной. Это кардинально отличалось от того продолжения, которого ждали игроки. Да, сейчас мы жалуемся на ростер 11-й части, а представьте, каково было игрокам тогда. Но 90-е – это то время, когда индустрия видеоигр активно развивалась, рождала легендарные проекты, но редко привлекала внимание тех, кому игры были неинтересны. Таким образом, разработчики дали пинка под зад критиком и выпустили Ultimate Mortal Kombat 3, куда вернули знакомых ниндзя и добавили несколько новых. Одним из них стал полноценный играбельный Эрмак. Я думаю, у многих зрителей сейчас кровь кипит из-за того, как я называю персонажа. Поэтому, чтобы не объяснять что-то в комментах, объясню прямо посреди ролика. Да, я тоже из того времени, когда мы называли персонажей так, как могли прочитать. Я помню Ермака, Милену, Люканга и тому подобное. Конечно, своего рода это привычка звать персонажей так, как мы звали в детстве. С другой стороны, это можно назвать адаптацией имени персонажа на нашем языке. Но в любом случае, это неправильно. Персонажа зовут Эрмак, так как его имя происходит от слов «Эррмакрос». И если столь очевидный факт не является доказательством, то есть смысл послушать, как имя персонажа произносит диктор, а конкретно «Эрмак». Мне самому было очень трудно переучиться называть персонажей и сами игры правильно. Например, говорить «Алтимейт» вместо «Ультиматум». Но я не призываю никого говорить как надо. Я лишь призываю не навязывать своё мнение мне. Надеюсь, с этим разобрались. Вот на дворе 1995-й. На аркадных автоматах и домашних консолях от Sega и Nintendo появляется «Алтимейт Мортал Комбат». Игра, которая на десятилетие определила жанр и стала эталоном, которого не достичь для будущих игр серии вплоть до перезапуска. И единственными персонажами в ней, которые официально не появлялись ранее, стали Рейн и Эрмак. Красный ниндзя на тот момент был человеком с тёмной кожей и уникальными способностями к телекинезу. Огромный интерес вызывало то, что он использовал такие же проджектайлы, как и сам император Шао Кан. Это толкало на мысль, что они как-то связаны между собой. По сюжету, Эрмак был человеком, который со времён первой части находился за кулисами и наблюдал за турниром. Некоторые воины замечали ниндзя в красном, но большинство из них считало, что это только миф и на самом деле Эрмак не существует. Но оказалось, что он вполне реален и соткан Шао Каном из тысяч душ падших воинов внешнего мира. Если изучить концовки Эрмака в Ultimate EF Trilogy, то можно получить полное представление о персонаже. Души Эрмака неупокоены, и каждая из них о чём-то просит. В определённый момент Шао Кан осознал, насколько могущественное существо он создал, и оно было разумным. Рано или поздно оно отказалось бы беспрекословно исполнять приказы. Шао Кан решил уничтожить своё творение, но после того, как захватит земное царство. Но, как мы знаем, у него это не получилось. Император был побеждён, а Эрмак остался без своего хозяина. В следующий раз Эрмак появится только в Mortal Kombat Deception, но между этим персонаж принимает участие в нескольких экранизациях. Впервые на экранах Эрмак появляется в мультсериале «Защитники Империи» в эпизоде под названием «Покинутый». Там, как ни странно, не упоминается, что он состоит из множества душ, и персонаж оказывается вполне себе целостной личностью. По сюжету он руководит отрядом красных ниндзя, самых жестоких из воинов Шао Кана. Эрмак выглядит как обычный человек с бородкой и серьгой в одном ухе, от смертного его отличают только белые зрачки. Согласно мультсериалу, именно Эрмак был одним из тех, кто по приказу Шао Кана изуродовал Кабала. В эпизоде он использует девушку ниндзя по имени Руби, чтобы заманить Джакса в ловушку, но в итоге Руби раскаивается и помогает Джаксу сбежать. В дальнейших событиях мультсериала Эрмак не принимает участия. Затем, в 1997 году, Эрмак появляется в фильме «Мортал Комбат Истребление». Там он один из генералов Шао Кана. Персонаж оказывается одним из немногих, кто доживает до финала. В самом конце Эрмак сражается с Сони Блейд, и в определенный момент, когда он начинает проигрывать, то выпускает на волю Нуб Сайбота. Да, из-за этой сцены многие, как и я, в свое время думали, что Нуб Сайбот – это часть Эрмака, так как в фильме показали, что «Черный ниндзя» в прямом смысле появляется из красного. А что такое канон, никто толком и не знал. Авторы фильма, видимо, не будучи знакомы с играми достаточно хорошо, решили вести Нуб Сайбота, но очевидно сделали это не посоветовавшись со сценаристами серии игр. В итоге Джакс помог Соне, и она свернула шею Эрмаку. Теперь возвращаемся в игровую вселенную. Будучи созданным, чтобы служить Шао Кану, Эрмак не знал другой жизни, а после смерти императора ему оставалось только скитаться в поисках самого себя. Так продолжалось до тех пор, пока Эрмак не встретил слепого мечника по имени Кенши. Так как Кенши тоже телепат, он смог услышать души Эрмака, которые просили помощи. Жалившись над ним, мечник помог Эрмаку избавиться от магии Шао Кана, и воин в красном раскаялся за все то, что совершил под контролем императора. Теперь он был волен сам выбирать свою судьбу, и чтобы искупить совершенные деяния, Эрмак встал на сторону защитников Земли. В благодарность за освобождение, Эрмак научил Кенши использовать свои телепатические навыки в полную силу, но и он сам стал гораздо сильнее. Без влияния магии Шао Кана, Эрмак обрыл полный контроль над душами внутри него, и стал равным по силе одновременно пятерым лучшим воином Земли. Объединившись с Лю Каном, Эрмак отправился в палату Короля Драконов, чтобы спасти остальных защитников от контроля Анаги. Без особого труда Эрмак сдерживал атаку Сони, Джакса, Кейджа, Кун Лао и Китаны, пока Лю Кан поочередно избавлял каждого из них от власти Короля Драконов. Таким образом, благодаря Эрмаку, все войны были освобождены, и события обернулись в пользу Земного Царства. На мой взгляд, именно в Десепшене Эрмак получил развитие и обрел узнаваемый внешний вид. На первых концептах персонаж не скрывал лица, но позже дизайн изменили, и лицо Эрмака стало почти полностью закрыто черной тканью. А еще в качестве оружия ему вручили секиру, с которой Эрмак смотрится очень эффектно. Также сюжетно намекается, что Эрмак сразу догадывался, что Анага манипулирует шуджинкой и пытается стать единой сущностью. Помимо этого, Эрмак и Ашра – единственные персонажи на стороне добра, которые являются врагами. Скорее всего, потому что Ашра преследует цель уничтожить как можно больше демонических созданий, и считает таковым Эрмака. Но он даже не может иметь отношение к преисподней, ведь там связь между его душами начинает распадаться. Это единственная слабость Эрмака. Следующее появление состоялось внезапно в Mortal Kombat Shaolin Monks. Внезапно, потому что игра хоть и на свой лад, но пересказывает события второй части, а Эрмак официально не принимал в них участия. Но тем не менее, сценаристы таким образом решили подтвердить историю о том, что Эрмак втайне наблюдал за происходящим с самой первой части. На арене святилища воинов стоят статуи чемпионов Mortal Kombat. Это та самая арена из первой части, только среди всех нет Скорпиона и Савзира, но вместо них есть статуя Загадочного Война. Если несколько раз с ней взаимодействовать, то статуя начнет трястись и появится секретный босс – Эрмак. Согласно времени действия, тогда он еще находился на службе Шао Кана, поэтому Эрмак атакует игрока. Интересно, что Эрмак способен оживлять статую, чтобы они сражались на его стороне. Это делает бой с ним достаточно сложным. За победу над Эрмаком игрок получает концепт-арт и кучу опыта. В следующий раз на стороне добра Эрмак принимает участие в Армагеддоне. Он чувствовал, что после победы над Анагой угроза Мирам не исчезла. Эрмак понимал, грядет что-то великое, то, что на самом деле было страшнее Шао Кана и Анаги. Во время последней битвы Эрмак вместе с Кенши и Найтвульфом отбивался от Шивы и Куанчи, но оказалось, что он уже был убит у подножия пирамиды Аргуса, а красным ниндзя прикидывается Шан Цун. В новой хронологии, на удивление фанатам, Эрмака представили во время событий первого Mortal Kombat, тем самым опять утверждая слухи из 90-х и вводя персонажа в самое начало истории. Шан Цун представляет Эрмака как лучшее творение Шао Кана, созданное из тысяч душ падших воинов, и тут история персонажа немного меняется. Если раньше души принадлежали воинам внешнего мира, то теперь это души эдонейцев. За свою непокорность Шао Кан не захотел давать покой воинам даже после смерти. Он похитил их души и объединил в одно существо, которое назвал Эрмак. Лю Кан побеждает Эрмака, но в следующий раз его встречает Джакс в палате душ, где Эрмак восстанавливается после боя. Джакс пытается атаковать Эрмака, но он оказывается слишком силен. Эрмак медленно растягивает руки Джакса, а спустя мгновение отрывает их. В дальнейшем Эрмак остается на вторых ролях, но ему удается пережить события девятой части. Также из его концовки можно понять, что душа Джерода, отца Китаны, также находится среди тысяч душ Эрмака. До появления в Mortal Kombat X Эрмак засветился в веб-сериале «Наследие», и это такая дичь, что даже стыдно вспоминать. По мнению авторов сериала, Эрмак стал демоном, который охранял священный меч Сента. Ронин Кенши охотился за этим мечом, но Эрмак ослепил его в одно мгновение. Спустя время, когда Кенши научился жить без зрения, он вернулся, чтобы отомстить демону. Сериал пытается упорно доказать, что этот бичара в лохмотях точно Эрмак. Демон произносит фирменную фразу персонажа «We are many, you are but one». Его история пересекается с историей Кенши, правда, совершенно в другом русле, но это недоразумение мало чем похоже на настоящего Эрмака. Черт с ним с красным костюмом, но Эрмак в сериале больше напоминает зараженного зомби-вирусом. При этом почти не использует телекинез, но зато пускает из рук каких-то полупрозрачных змей. Короче, Кенши убил это чудовище, и слава богу, мы его больше не увидим. Также Эрмак фигурирует в комиксе-приквеле Mortal Kombat X, но его участие гораздо более значимо в катсценах самой игры. После смерти Шао Кана, вопреки событиям оригинальной хронологии, Эрмак встал на сторону его дочери Мелины. Когда Коттель выдвинул права на трон, Эрмак встал на его сторону, почитав, что мертвый Шао Кан не имеет власти над ним, и он не обязан служить его дочери. В MKX Эрмак стал выглядеть иначе, его тело стало разлагаться. Это объясняется тем, что без действия магии Шао Кана, связь между душами исчезает, и рано или поздно тело Эрмака буквально развалится на части. Но как ни странно, Эрмак пережил все события десятой игры. Меня очень расстроил тот факт, что сюжет игнорирует всю потенциальную связь между Кенши и Эрмаком. У сценаристов была возможность показать преображение персонажа, его избавление от магии Императора и сделать это кинематографично, красиво, а не как раньше с помощью картинок и текста. История в целом схожа с прошлым. Есть ревенанты, которые нуждаются в освобождении. Есть Кенши и Токеда. Истории всех троих можно было бы очень интересно переплести. Но вышло так, что авторы оставили Эрмака в качестве массовки. Эрмак мой любимый персонаж сразу после Смоука. И не увидев его в ростере, я совершенно отказывался это понимать. Ведь есть готовый, совершенно новый дизайн, который можно увидеть в крипте. Есть намек на то, что человеческое тело также происходит из Эдении, судя по азиатским чертам, как у Китаны и Синдал. В сюжете даже упоминается король Джерад и жажда Джакса отомстить Эрмаку. Но максимум, чего мы получили, это спецприем Шанцуна. Я понимаю, насколько это наивно, но все же я продолжаю надеяться, что Эрмак окажется одним из DLC. Не хотелось бы ждать еще несколько лет возвращения персонажа. Эрмак один из немногих героев, кто был на стороне зла невольно, и его переход на сторону добра оказался важным событием для истории старой хронологии. Но пока Эрмака и Кенши можно встретить только в крипте. У меня в этот раз все, спасибо за просмотр, и не забывайте, пожалуйста, заходить в группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Субтитры создавал DimaTorzok